добрый день сегодня 28 марта прошлый раз мы пересаживали малька на наращивание вот в эти ящички затем после отработки отработанный грунт после червячков наших начали как бы просеивать просеивали он у нас там сито стоят в уголку просели через эти сито два сито с размером ячейки 5 миллиметров и 2 миллиметра то есть как бы оттели все не нужно получился у нас как бы такой гумус гумус сушим вот в таких вот перфорированных ящиках надо сушку заворачиваем в агроспан получается вот такой вот вот гумус который потом мы будем использовать даже к ним небольшие кокончики остались но ничего страшного в принципе как бы вот пусть не без этого остается в гумусе немножечко коконов червячных это издержки производства также в тот же тот же в то же время мы заселили вот пару ящиков коконов для себя поскольку там несколько ящиков нам нужно уже молотничка чуть попозже будет остальные коконы продали пошли у нас на продажу тут же у нас стоит моторчик сами рыбаки заядлые с чего все началось что хоть для себя немножко вырастить червячков вот и затем как мы используем наш вот этот вот гумус гумус очень хорошая питательная смесь для рассады для растений имеем как бы небольшой совсем малюсенький до участочек приусадивный вот и будем вот сажать мы помидорчики и цветочки вот часть помидоров еще растет у нас в ящичках в коробочках маленьких тут же у нас вот цветочки питунья моя самые любимые цветы растет сегодня пойдет под пикировку помидорчики лучше всех у нас получились как бы рябчики такой сорт красивый помидорчиков любых красные желтым там даже с оранжевым красный очень красивые вкусные помидоры скороспелка розовая вот и самое интересное тут тоже вот у меня выросла моя лобелия лобели это мелкие цветочки кто знает мелкие мелкие свисающиеся каскадом цветочки вот она мне растет это лобелия скоро тоже он тот ящичек который 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 у нас пойдет под пикировку вот этот чуть попозже я через не через пять будет пикироваться поскольку он и сажался чуть попозже катарантус это виола а это кстати тархун эстрагон вот оно использование гумуса гумус я мешаю 50 процентов гумуса 50 процентов торфа ведь это наверное на эту смесь на эту смесь литр песка литр песка получается такая рыхлая воздушная смесь именно для рассады для всего используем также фитолампу для того чтобы у нас рассада имела много света и не вытягивалась сильно рассаду уже давно уже и фактически больше чем месяц и она такая уже взрослая растет хорошо зелененькая веселенькая отлично вот она вот они питательные вещества от гумуса купили вот несколько ведер для маточника эти ведра будут использоваться значит уже уже сделали их пригодными для жилья для заселения сделали окошечки с сеточкой для того чтобы наши червячки дышали и будет удобно в этих ведрах содержать маточник поскольку объем ведер 12 литров вентиляция уже есть крышки есть червячки оттуда никуда у нас не уползут вот обзор у нас получился какой вы маленький вот эти ящики уже у нас скоро идут под пересадку в новый грунт маточники потому что уже прошел почти месяц грунт весь перееден и скоро у нас будет появится партия новых коконов новая партия коконов спасибо всем до свидания до встречи в эфире подписывайтесь на наш канал заказывайте коконы заказывайте червячков малька всего вам доброго всем счастья и здоровья для вас Продолжение следует...